РТИ «Колумбия» представляет телесериал «Тихие воды». Избирательная машина либерального руководства практически разрушена, и поэтому им хотелось отложить бы выборы и создать коллекционное правительство. Но консерваторы воспротивились и отказались уступить им места. Да. Не знаю, что они предпримут, чтобы защитить себя без кандидатуры и Чанкира, и без избирателей. Если они не могут защитить себя, то тем более не способны решать судьбу страны. Ты получаешь удовольствие от кризиса, в котором мы оказались, дорогая доченька. Тебе бы хотелось, чтобы нами управляла группа угнетателей, манипулирующих ситуацией по своему капризу. Не нужно придираться, папа. Никто из нас не заинтересован в том, чтобы к власти пришли люди, настроенные против нас. Правильно. Их политические рассуждения безрассудны, и что греха таить лишены вкуса. Конечно. Что еще вы можете сказать, если вы из буржуазной семьи, которой всегда было наплевать на народ. Но дело в том, что без этого народа класс имущих не может обойтись. Видимо, поэтому ваша семья и разорилась, уважаемый Фернандо. Мы уже поговорим на более приятную тему, нежели политика. Мы разбираемся в этом не так, как вы. Вы все время слушаете радио и читаете все газеты, которые попадают к вам в руки. Потому что я сознательный человек, и меня беспокоят действительно важные вещи. Не то, что вы любители банальностей, беззастенчиво тратящие деньги моего зятя Бернардо. Ты не упускаешь случая позлить всех нас. Тебя нельзя приглашать за стол, ты сразу портишь всем настроение. Если бы это зависело от тебя, ты бы держала меня в заперти с кляпом во рту. И бросала бы еду на пол, как собаки. Я не достоин делить с вами стол, и тем более сидеть во главе этого стола. Дедушка, пожалуйста, мама хочет, чтобы мы спокойно поели. Да, дедушка, как говорит Фернандо, почему бы не поговорить о том, в чем мы все хорошо разбираемся. Какие милые у меня внученьки. И о чем же мы поговорим, мои родные? О том, какой прекрасной была проповедь Падро Эпифанио, или о ткани, из которой можно шить платье по последней моде. Можно поговорить о чем угодно. Никого не огорчает, дедушка. Тогда поговорим о женихах. Вам уже удалось подцепить кого-нибудь, кто бы вами заинтересовался. Ведь не идти же вам в монастырь. Добрый вечер. Добрый вечер, папа. Как хорошо, что ты приехал. Садись, поужинай с нами. Я бы с удовольствием, но мне только что позвонил компаньон. Придется с ним встретиться. Бернардо, прошу тебя, ты только что приехал, снова уезжаешь? Отдохни хотя бы вечером. Это очень срочное дело. Прошу меня простить. Вернусь, как только смогу. Вот труженик, который много делает и ради страны, и ради семьи. Ни один из вас не достоин такого человека, как Бернардо. Я его не выношу. Твой дедушка с каждым днем становится все более бесцеремонным. Ты обратил внимание на его замечания в мадрес. Зачем ему понадобилось напоминать, что моя семья разорена? Не нужно обижаться на дедушку. Он чувствует себя одиноким и ненужным. Поэтому всегда ищет способ привлечь внимание. Я ценю тесть, и тещу, и свой отчимец. Но я бы с удовольствием убрался отсюда, если бы у меня было достаточно денег, чтобы купить свой дом. Но у тебя их нет, Фернандо. У меня нет, но у твоего отца есть. Он должен разрешить эту ситуацию. Он достаточно нам помогает, Фернандо. И ты должен быть ему благодарен, если он даст тебе деньги, чтобы заплатить твои долги в казино. Мне срочно нужны эти деньги. Но как с ним поговорить, если его не бывает ни в офисе, ни дома? Например, сейчас. Какая была необходима встречаться с компаньоном? Неужели он не мог подождать до утра, чтобы поговорить с ним? Твой отец ведет себя очень странно, София. Все это так странно, Ливия. Почему ты не хочешь мне объяснить, что происходит? Ты все узнаешь, когда поговоришь с братьями. Они действительно хотели, чтобы я приехал? Да, они хотят поговорить с тобой. Скажи, как получилось, что ты позвонила домой? Кто тебе дал номер телефона? Я весь день звонила в офис, но тебя там не было. И тогда я спросила секретаршу, где тебя можно найти. Понятно. Бернардо, почему ты не дал мне номер телефона? Просто я не хотел, чтобы ты туда звонила. Я еще не знаю до моих отношений с тобой. Бернардо, ты мало говорил о своей семье. С кем ты живешь? Я же сказал, что живу с родителями и племянницами. Знаешь, я бы ни за что сама не позвонила, но... Мои братья потребовали этого. Все, все. Не переживай из-за этого. Я и не предполагал, что мы снова встретимся с сеньором Лизондо. Но обстоятельства изменились после нашего последнего разговора. Я так и понял. Иначе вы бы меня не пригласили. Вы же меня выгнали отсюда. Садитесь, пожалуйста, сеньор Лизондо. Давайте поговорим спокойно. Спасибо. Не будем терять времени, сеньор Лизондо. И сразу перейдем к обсуждению ваших отношений с Ливией. Вы по-прежнему готовы на ней жениться, сеньор Лизондо? Я на все готов ради нее. Это вы возражали? Теперь мы не возражаем. Наоборот, хотим, чтобы вы как можно скорее на ней женились. Ливия сообщила нам новость, после которой нам осталось только опустить голову и смириться с вашим союзом. И что это за новость? Ее беременность. Ливия ждет от вас ребенка, сеньора Лизондо. Ливия ждет. Ливия ждет. Дом Бернардо, почему вы еще не спите, Эва? Я ждала вас. Поскольку вы не ужинали, я подумала, что вы захотите поесть. Вы чересчур предупредительны. Мне это не нравится. Я ничего не хочу. Простите, сеньор, я не хотела быть назойливой. Доброй вам ночи. Эва. Послушайте. Простите мою грубость. Я нервничаю. Но вы же знаете, я вас очень ценю. Вы человек, заслуживающий мое доверие. Надеюсь на это, сеньор. Я всю жизнь работала в этом доме. Я всех знаю, особенно вас. И я бы не хотела, чтобы у вас был повод для раздражения на меня. Вы что-то подозреваете, Эва? Как я могу подозревать? Фотография, которую вы нашли. Потом звонок девушки. Наверное, вы сделали выводы. Нет, сеньор, это не мое дело. Я вас уважаю. Тем более, я всего лишь служанка. Служанка, которая может стать моей сообщницей. А также доверенным лицом, к которому я мог бы обратиться. И за помощью, и за пониманием. Дон Бернардо. Пойдемте. У меня серьезная проблема, Эва. Я думаю, вы это почувствовали. Да, сеньор, это так. Не стану отрицать. Вы так занервничали, когда увидели фотографию. Звонила девушка, чью фотографию вы видели. Ее зовут Ливия Раис. Да, сеньор, я так и подумала. Но, пожалуйста, больше ничего не рассказывайте. Я влюблен в нее. Сеньор, прошу вас. Вы возмущены? Нет, сеньор. Удивлена. Вы ли всегда были таким честным? Вы еще больше удивитесь, когда узнаете, что сегодня вечером я с ней обручился. Представляете? Я, старик, обручился с молодой девушкой. Вы думаете, что я сошел с Умаева? По-вашему, это безумие? Давайте отпразднуем. Сегодня у нас особенный день. Конец проблемам, конец ссорам. Теперь нужно готовиться к свадьбе нашей дорогой сестрички. Неужели ты думаешь, что я буду пить в такое время? Глупо выдавать себе за трезвенника, если ты ночью напролет проводишь в барах. А ты перестань возиться с печью и присоединяйся к нам. Не вижу повода. Разве брак Ливии недостаточный повод? Она наша единственная сестра, и кроме того, женщина обручается не каждый день. Да. И ты тратишь деньги на шампанское, решив, что у нас их много? Сейчас нет. Но скоро нам не придется беспокоиться о деньгах. Будучи зять, решить все наши финансовые проблемы. Он же миллионер. Между прочим, из-за него выходит замуж Ливия, а не мы. В любом случае, мы не прогадаем. Он обещал нам помочь. Послушай, Оскар. Я уступил ему не из-за денег, а ради будущего ребенка Ливии. Так что забудь о деньгах этого человека. Потому что даже если он и предложит свою помощь, я не приму от него ни синтаву. Вот то, о чем ты меня просил, Фернандо. Вы представляете, как я вам благодарен, дорогой тесть. Приходится много тратить, потому что у нас, София, большие запросы. Не называй запросами долги, из которых ты не вылезаешь. Я прекрасно знаю, куда пойдут эти деньги. Вы слишком строги со мной? Наоборот. Я проявлял большую снисходительность. Не думаю, что я в чем-то тебя упрекаю. Просто пора тебе самому взять на себя ответственность за семью. Я не всегда буду рядом с вами. Что вы хотите этим сказать? В любой момент все может измениться. Кто тогда будет покрывать твои непомерные расходы? Вы говорите так, будто собираетесь умереть. Вы еще молоды, у вас отменное здоровье. Есть много способов умереть, Фернандо. Но даже будучи живым, я могу в любой момент умереть для моей семьи. И для тебя. Что это за разговоры о смерти? Тебе не кажется это странным? Неплохо мы будем смотреться с корзинами. Этим должна заниматься Ливия, а не мы. Они правы, Хуан. Мужчинам не клецу заниматься такими делами. Ливия не выйдет из дома, я не хочу, чтобы у нее снова возникла проблема. Больше не слава, Ливия. Иди в дом, мне нужно поговорить с тобой. А вы что стоите? У вас есть список, только ничего не пропустите. Ливия. Ливия. Перестань. Это слишком тяжело. Не надо, Хуан. Хоть что-то я должна делать. Я не могу весь день сидеть, сложа руки. Ливия, в твоем положении это опасно. Ты можешь навредить ребенку. Я в порядке. Уверяю тебе. Послушай, Ливия, почему бы нам не поговорить о твоем будущем муже? Я хочу тебе задать несколько вопросов. Сейчас он не хочет принять ни синтаву от Бернандо и Лизондо, но стоит Ливии выйти замуж, он изменит мнение. Я слишком хорошо знаю Хуана. Я тоже хорошо его знаю. И поэтому не согласен с тем, что ты сказал. Помоги мне. Нет, нет. Ты больше меня и сильнее. К тому же мне нужно заниматься списком и расплачиваться. Мы еще и половину не купили. Посмотри, кто идет. Какие парни и с корзинами. С нас не убудет, если мы ходим с корзинами, Донни Артензи. Я думала, что на рынок ходит ваша сестра. Но, наверное, она занята другой работенкой. Слушайте, сеньор, вы напрашиваетесь на грубость. Советую вам закрыть рот. Не обращай на нее внимания, Оскар Истер. Она всегда ищет ссоры. Я просто сказала правду. Мне кажется, несправедливым, что вы ходите по рынку, в то время как она прогуливается со старым богачом. К вашему сведению, этот старый богач скоро на ней женится. Потому что он ее жених. Так я и поверила. Как же. Серьезно, Донни Артензи. Ливия выйдет замуж, как и положено. И, разумеется, наше социальное положение изменится. Мы уедем из этого грязного квартала. И переедем в приличный район, где у нас не будет таких соседей, как вы. Таких жалких личностей. Где он живет? Не знаю. Я никогда не говорила с ним об этом. И номер телефона, который он тебе дал? Это куда? В его офис. А где находится его офис? Полагаю, в центре. У тебя есть номер его домашнего телефона? Да, но Бернарда не хочет, чтобы я туда звонила. Почему? Разве он что-то скрывает? Нет. Он ничего не скрывает. Он живет с родителями и племянницами. Но они еще не знают о моем существовании. Мы познакомимся, когда будет назначена дата свадьбы. Хуан, пожалуйста, не нужно сомневаться. Прошу тебя. Как я могу не сомневаться? Если первое, что он должен был сделать, это представить тебя родным. И сообщить о своих намерениях относительно тебя. Он сделает это. Он честный человек. Просто пока он вынужден молчать и с благоразумием. Это благоразумие или трусость? Пойми, ему очень трудно. Да. Наверное, человеку, занимающему его положение, трудно сообщить о том, что он женится на простой девушке. Но если в последний момент он откажется от своих слов, я ему этого не прощу. Я бы не позволил Хуану навязывать свою волю, потому что он видит не дальше своего носа. Дона Полинар, большое спасибо, до свидания. Спасибо. Ты видел лицо Дони Артензии, когда я сказал, что Ливия выходит замуж? Не нужно болтать об этом. Нужно? Пусть эти негодяи кусают локти от зависти. Было бы чему завидовать. Ведь этот тип далеко не сказочный принц. Но у него есть деньги. Это самое главное. Через несколько месяцев мы будем ездить на шикарном автомобиле последней модели. И нам уже не придется ходить на рынок, потому что в нашем распоряжении будет целый штат слуг. По-моему, ты слишком размечтался. Почему ты так уверен, что нас ждет прекрасное будущее? Мы ведь не знаем, действительно ли Бернардо Аризондо, или нет, как он говорит. И мы даже не знаем, где он живет. Где он может жить? В особняке. В большом, роскошном доме. И, возможно, очень скоро мы тоже туда переедем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Какая была необходимость устраивать этот праздник? Послушай, хотя меня и задевает критика отца, но я вынуждена с ним согласиться, что Химена и Сарита могут остаться старыми девами, если в дом не будут приходить парни, которые могут ими заинтересоваться. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это будет трудно. Пока есть сеньориты более привлекательные, чем они. Не нужно их недооценивать. Химена и Сарита достойные девушки. Я уверена, что они выйдут замуж. Только не пытайся их выдать замуж насильно, как сделала это София. Бернардо? Чем больше ты будешь их навязывать, тем труднее им будет найти хороших мужей. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ты должен присутствовать, когда я объявлю о нашей поездке в Европу. С чего ты взяла, что мы уедем? Я так решила. Нам нужно отдохнуть, и к тому же мы не можем отставать от наших друзей. Сеньор, может, эта поездка будет как раз кстати? Пусть едет. А я стану здесь, и вы прекрасно знаете, почему Эва. Я все решил. Я дал слово Ливе и ее братьям. Очень скоро я оставлю этот дом и все, что меня окружает, и начну новую жизнь. Рядом с женщиной, которую я действительно люблю. Богатая. 9 ноября 1949 года. В порыве отчаяния либеральное руководство решило использовать свое большинство в парламенте, чтобы возбудить процесс против президента Оспины Переса. Уже подтверждено, что председатели Сената и Нижней Палаты объявили о том, какое обвинение будет ему предъявлено, и в связи с этим заседания отменены, а здание парламента окружено войсками. Правительство объявило о введении чрезвычайного положения. Губернаторы наделены дополнительными полномочиями. Высший совет разрабатывает новый закон о голосовании. Приехали. Можете выходить, сеньоры. Нравится? Да. Очень красивый. Более чем красивый. Величественный. Я купил его для нас. Он станет нашим домом. И очень скоро мы в него переедем. А как же мы? Что будет с нами? Мы останемся в грязном квартале, в то время, как наша сестра переедет в особняк? Нет, нет, вы тоже можете здесь жить, если согласны разделить этот дом с нами. Он очень большой, места хватит всем. Мы должны жить отдельно. Нам незачем к вам переезжать. Наоборот, мы должны жить с нашей сестрой, мы не можем оставить ее одну. Можете быть уверены, нам будет очень приятно жить в этом доме, сеньора Лизанда. Для меня это будет большой честью. Я не собираюсь разбивать вашу семью. Я хочу, чтобы мы жили вместе, и чтобы все были довольны. Дорогая, пойдем в дом. Снаружи он красивый, а внутри элегантный. Чего ты ждешь? Не хочешь посмотреть, где мы будем жить? Это не наш дом. И мы не имеем к нему никакого отношения, Оскар. Какого черта ты всегда портишь настроение, вместо того, чтобы радоваться новой жизни? После свадьбы нашей сестры нам ни о чем не придется думать, Хуан, ни о чем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот в доме распоряжайся, но не лезь в мою личную жизнь. Отпусти его, старик. Бедняга с ума сходит по Росарио Монтес. Если он пропустит хоть одно ее выступление, умрет. Пусть умирает. Я не собираюсь всю ночь ждать и думать о том, что с ним может случиться. И не только из-за натянутых отношений с хозяевами магазина, но и потому, что сейчас в городе неспокойно. А вдруг он попадет в полицию? Где мы его будем искать? Я сам за себя несу ответственность. Если меня схватят и посадят за решетку, это мое дело. Франко, если ты не подавишь себе желание видеть эту женщину, у тебя будут проблемы со мной. Ты похож на деспотичную мать. Это невыносимо, Хуан. Он прав, Хуан. Все складывается отлично. Зачем омрачать жизнь? Ты доволен, Оскар. Потому что ты алчный. И тебе кажется, что мир у тебя в кармане, благодаря удачному замужеству нашей сестры. Я не алчный. А практичный. Меня интересует наше благосостояние, да? И поэтому ты так лебезишь перед сеньором Элизондо, когда он предложил переехать в свой дом. Ты чуть не начал целовать ему ботинки, Оскар. Мне за тебя стыдно. Он злой, как собака. Его ничто не радует. Но, по-моему, это ревность брата. Он не может смириться с тем, что ты выходишь замуж. Хоть бы все было хорошо. Но, дай Бог, что-нибудь случится. Я не знаю, что тогда со мной будет. Что может случиться? Ведь уже все решено. Все будет хорошо, Оливия. Все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Парада, мой сеньорито Росарио. Да, уже поздно. Как всегда, у дверей меня ждет несколько мужчин, чтобы сделать приглашение. Но мне хотелось бы быть только с ним. С кем? С юношей, который всегда приходит посмотреть на меня. Его зовут Франко Рейс. Но сегодня он не пришел, и мне его не хватает. Не знаю, почему, но он мне нужен. Тебя избили, Оскар. А где родители? Их убили, Хуан. Убили. Мерзавцы. Не ходи. Мы должны бежать. Нас ждут Франко и Ливия. Я не побегу. Не побегу. Нужно бежать, Хуан. Иначе нас убьют, слышишь? Нас убьют. Хуан, проснись. Хуан, тебе приснился кошмар. Ты задыхаешься, Хуан. Проклятие. Я никогда не смогу этого забыть. Что тебе приснилось? Ничего. Ничего. Не обращай внимания. Ты очень взволнован. У тебя расшатались нервы? Мне приснились родители, как их убивали. Ты должен постараться это забыть. Что было, то прошло. Нас ждет новая жизнь. У меня душа не на месте. И поэтому я дергаюсь. Я боюсь за нее. Боюсь за Ливию. Не знаю, почему. Но у меня плохое предчувствие. Очень плохое предчувствие. Очень плохое предчувствие. Кому могло прийти в голову предпринять атаку, если все находится в руках противника? Если бы они были знакомы со стратегией, то использовали бы элементы неожиданности. Это говорю я. Опытный военный. Бедные либералы рванули за шерстью, а вернулись стриженными после введения чрезвычайного положения. Что ты там увидела, Эва? Ничего. Ничего, сеньор. Ты не слушал, о чем я тебе говорил? Дон Мартин, вы меня уж простите, но я ничего не понимаю в политике. Политика похожа на дом Эва. Хозяин – президент, хозяйка – сила, которая его поддерживает и принимает решения. Дочери – это те, кто пользуется деньгами государства, а слуги – смиренный народ, который молча гнет спину и расплачивается за последствия. Дон Мартин, пожалуйста. Ради бога, женщина, не делай такое лицо. Эва, я всегда относился к тебе особенно, потому что ты одна из немногих, которые что-то стоят в этом доме. Эва, ты никогда не думала о замужестве? Нет, сеньор, я не думаю о таких вещах. Я уже стара. Какая ты старая, ты еще ничего. Но если бы я мог, то взял бы тебя в жены. Что вы говорите, Дон Мартин? Думаешь, я шучу? Если бы не эти проклятые ноги, которые ни на что не годятся, я бы тебе доказал, что, несмотря на старость, еще намного способен. Эвито, ты могла бы родить близнецов. Близнецов. В последнее время Бернарда что-то очень беспокоит. Он рано уходит, поздно возвращается, в свое время проверяет какие-то бумаги. Наверное, у него много работ. Ведь на нем лежит ответственность за целое предприятие. Я думаю, его больше беспокоит общая ситуация. В стране беспорядки, поступают тревожные новости. Нас это никак не затрагивает. У нас влиятельные друзья. Самое главное, чтобы он выполнял свою работу и семейные обязанности. Мне кажется, уважаемая теща, раз мы ни в чем не нуждаемся, значит, все хорошо. Это правда. Грешно жаловаться. Мы должны благодарить Бога за то, что у нас есть Бернарда. Он лучший отец и лучший муж на свете. Он очень ответственный. Достойный. Нет человека преданнее его. Нет. Грешно жаловаться. Нет, я ничего не понимаю, адвокат. Какой дом вы имеете в виду? Который только что купил мой муж? Честно говоря, я не в курсе. Вам лучше позвонить в офис и поговорить с ним. Всего доброго. Как странно, Фернандо. Что странно? Мне позвонил адвокат Альварес, чтобы получить данное о доме, который купил Бернарду. И вы не знаете, о чем речь? Я не знаю, какими делами занимается мой муж, но, насколько мне известно, он никогда не занимался вопросами недвижимости. У него много денег. Он покупает и продает то, что ему хочется. Кстати, о домах, дорогая Габриэла. Помните, я просил вашей помощи в этом вопросе? Ты настаиваешь на том, чтобы переехать с Софией в другое место? Согласитесь, что так будет лучше. Молодожены должны жить отдельно. И дону Бернарду ничего не стоит купить. Нам хороший дом. Недалеко, отсюда. Откровенно говоря, мне бы не хотелось расставаться с Софией. Она никогда не жила одна. Она не будет одна. Она будет со мной, со своим мужем. Пожалуйста, Габи. По-моему, ты забываешь, что она замужем. И ей уже не нужна твоя опека. Почему ты тяготишься нами, Фернандо? Мы приняли тебя как сына. Честно говоря, иногда мне бывает здесь плохо. Особенно за Дона Мартина. Он не упускает возможности заставить меня почувствовать себя нахлебником. Как ты можешь обращать внимание на глупости моего отца? Ты здесь имеешь все права. Мы никогда ни в чем тебе не отказывали. Я не собираюсь утверждать обратного. Я вам очень благодарен, дорогая Габриэла. Но этот дом становится для нас тесным. Мне будет очень жаль, если ты и София уедете от нас. Но если вам так будет спокойнее... Я поговорю с Бернардом. Посмотрим, что можно сделать. Вы самая лучшая теща на свете. Габриэла. Сильнее я не смог бы любить даже мать. Боже! Мне не верится, что ты станешь матери. Еще ничего не заметно? Скоро станет заметно. Наш ребенок. Не могу поверить в такое счастье. Бернардо, может, есть какая-то причина, по которой ты не представил меня своей семье? Нет, никакой. На днях я поговорю с ними. Просто они очень непростые люди. Они могут возражать против нашего брака. Хуан переживает. Он уверен, что им не понравится твое решение жениться на простолюдинке. Я. В одном ты должна быть уверен, Ливия. Для меня самое главное в этой жизни – ты. Ради твоей любви я могу отказаться от всего. Даже если весь мир будет против, даже это не помешает нам соединить наши жизни. Никто, Ливия, никто нам не помешает. Абсолютно никто. Ушли? Да. Так порядочно. Куда? Просто прогуляться. Влюбленным всегда хочется побыть наедине. Кто им разрешил? Хуан, ради Бога. Если они поженятся, какая разница? Пусть немного погуляют. Большая разница. Пусть гуляют после свадьбы. Но не раньше. Прекрати, ты переживаешь за Ливию. Но это уже перебор. Ты ведешь себя. Не как брат, а как ревнивый старик, который начинает вопить по любому поводу. Хуан, послушай. Ты давишь не только на Ливию, но и на Франко. Просто я не хочу, чтобы с кем-то из вас случилась беда. Я бы себе этого не простил. Я боюсь потерять вас так же, как потерял родителей. Ты просто одержим трагедиями прошлого. Ты уже не можешь наслаждаться жизнью, и поэтому никому не веришь. Ты называешь меня амбициозным, но не понимаешь, что все, что я делаю, я делаю ради нашего благополучия. И особенно ради тебя. Ты убиваешься, работая ради нас. Что это такое? Только что принесли. Похоже, это прислал сеньора Лизондо для Ливии. Не будь таким любопытным, Хуан. Пусть его вскроет сама Ливия. Какая разница, Франко? Я должен знать все, что имеет к ней отношение. Это венечное платье. Невеста? Как вы можете называть ее невестой, если не способна выполнить то, что ей обещали? По-моему, вы не понимаете, что делаете, дон Бернардо. Прекрасно понимаю. Я готов выполнить все, что в моих силах. Значит, эта девушка не знает, что вы женаты и что у вас есть семья? Нет, не знает. И ее братья тоже не знают. Сеньор, ради Бога, вы понимаете, в какой ситуации оказались? Эта девушка никогда не простит вам обман. Простит, потому что она меня любит. И к тому же ждет от меня ребенка. Боже, правый, какой ужас. Ливия сумеет меня понять. Она умная девушка и знает, что хочет в этой жизни. В противном случае, она бы не увлеклась таким стариком, как я. А братья этой девочки? Вы думаете, они тоже простят? Не знаю. С ними все сложнее. Они недоверчивы, подозрительны. Когда они узнали о наших отношениях, то чуть не убили меня? Все это может плохо закончиться, сеньор. Вы играете с огнем. Да, знаю. Знаю, что меня ждут трудности. Но я найду способ поговорить с ними. Сумею достучаться до их сердец, чтобы они меня поняли. В конце концов, они мужчины, как и я, и должны меня понять. Я ставлю все. Дом, семью, все, что у меня есть. Как доказательство прочности и искренности моих чувств. Умоляю вас, сеньор. Не поступайте опрометчиво. Потому что, в конце концов, вы можете потерять и ее, и свою семью. Со всем уважением к вам, сеньор. Думаю, вы поступаете неправильно. Да, да. Конечно, я повел себя как трус. Но я боялся потерять Ливию. Хотя, конечно, всему виной страх. Но сейчас я чувствую силу, которая подтверждает правильность моих поступков. Невзирая ни на что. Наперекор всем стихиям. Невзирая на скандалы и проклятия, которые я услышу в свой адрес. Я пойду вперед. Убежденный в том, что получу, наконец, в жизни счастье, в котором мне было отказано. Я не получил его в этом доме. Не получил в других местах. Это счастье я нашел рядом с женщиной, которую люблю. Рядом с Ливией.